Вообще, я выступал с самым проектом, но так получилось, что резко пришлось поменяться, ну как пришлось, пришлось поменять, потому что я привез с собой вот такую вот веселую железку, там вот она выглядит, я уже пытаюсь на ней запустить селфиш уже вот двух с половиной месяцев. Я приехал сюда с условием, с таким состоянием, что ядро запуткалось, но я даже не мог подключиться к консоли. Все. Думал, что спам, мы за пару часиков запустим железку, и я займусь своим проектом. Сажаем, вчера мы закончили в 2 часа ночи, до сих пор сегодня не доделали. Но за это время мы продвинулись, достаточно хорошо продвинулись, от состояния практически ничего не работает, до состояния мы подключились в консоли, у нас есть сеть, у нас вроде бы есть звук, и графика вроде бы начала запускаться. То есть в 2D режиме она запустилась, а при запуске в 3D режиме это все рушится, и причем рушится очень хорошо, вместе с ядром достаточно прилично. Нам просто не хватило времени сегодня доделать это, поэтому я надеюсь мы в оставшееся время доделаем, а так железка очень достаточно интересная, позволяет подключаться на прямой порт, там есть железная консоль, и поэтому практика портирования на эту железку, это достаточно хорошая практика, которую я описываю у себя в блоге, я учу по этому, в принципе, все. Спасибо за оперативность. Так, а что было сделано за сутки? Мы смогли загрузить андроидовские драйвера, то есть селфиш подключил андроидовские драйвера графической карты, у нас проходят тесты EGL и GLS 2, но графика до конца не запускается. Помним, теперь это, да? Это DevWord, плата разработчика, то есть она нужна мне для того, чтобы я составил, ну я в своем блоге описываю процесс портирования и я составил такую живую инструкцию, как я пришел к этому, чтобы другие разработчики, которые импортированы на другие устройства, уже знали все подводные камни и знали, как их решить. Вот, в принципе, все. Есть кто-то вопрос? Взлетело? 2D взлетело, 3D не взлетело. Запуск липстиком, то есть, происходит запуск липстика, начинается крутилка, Как только подключается 3D-графика, у нас, видимо, переходит переполнение буфера, и ядро нас жестко вышибает в термельпоинт, поэтому не до конца. Но тесты мы проходим. Это хорошо. Так, ну ладно тогда, спасибо.